Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна! Сегодня для любителей изделий из песочного теста будем готовить торт Муравейник. Весь перечень продуктов смотрите в описании. Итак, начинаем! Сначала смешиваем миксером сметану и растопленное масло. Сильно взбивать не надо, просто перемешаем до однородной массы. Затем в эту смесь разбиваем яйца, добавляем сахар, соль, соду и ванилин. И еще раз все хорошо перемешиваем с помощью электрического миксера. Затем начинаем постепенно добавлять просеянную муку. Тесто у нас должно получиться достаточно крутыми. Последнюю четверть муки лучше домесить руками. И когда у вас получится крутое и упругое тесто, разделите его на небольшие кусочки, которые мы поместим в морозильник минут на 20. Пока тесто подмораживается в холодильнике, можно включить духовку для прогрева и поджарить кунжут на сковородке. Когда зерна кунжута приобретут золотистый оттенок, можно снимать его с горячей комфорки. Он готов. Отставим его в сторону. Пусть остывает. Ну а мы продолжим работу с тестом. Теперь его надо пропустить через мясорубку и разложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. С одной нормы замеса получается три полных противня. Температура выпечки 170-180 градусов. Выпекаем минут 10-15 до легкого загара. Затем ставим следующий лист. Ну а то, что спеклось, выкладываем в большую чашку. Выпечка должна хорошо остыть. Пока соломка выпекается в духовке, можно заняться приготовлением крема. В первую очередь взбиваем до бела сливочное масло, которое уже часа два так полежало в комнате. Затем добавляем к нему вареную сгущенку и все очень хорошо взбиваем. Должна получиться однородная масса темно-бежевого цвета. И высыпаем в смесь поджаренный куджу почти весь. Оставьте немножко на присыпку. И еще раз хорошо перемешайте и крем для муравейника готов. Теперь надо разломать остывшую соломку на мелкие кусочки. Из них мы будем лепить наш муравейник. Ну вот, примерно так должно получиться. Теперь добавляем крем в крошку и хорошо все размешиваем. Сначала можно лопаточкой, но потом все равно придется подмешать руками. Не должно не остаться ни одной сухой крошки. Ну вот, муравейник готов практически на 90%. Осталось только продумать, как мы его будем подавать гостям. Вариант первый. Можно сделать шарики пирожные. Так, наверное, удобнее кушать эту выпечку. Или воспользоваться традиционной формой подачи. Слепить горку муравейник. А еще я украшаю торт растопленным на водяной бане шоколадом. Поливаем жидким шоколадом наш муравейник и посыпаем сверху оставшимся кунжутом. Получается вкусно, но столько калорий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова